Добрый вечер, 17.00 в городе Якутске. Как всегда, по понедельникам в это время программа «Буква закона», в которой мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Добрый вечер. Я приветствую своих гостей. Это председатель Верховного суда Республики Саха-Якутия Людмила Тимофеевна Горьева и председатель Якутского городского суда Иван Иванович Винокуров. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нашей передачи. Мы сегодня говорим об изменениях в уголовном законе, в практике его применения, в теории и так далее. Но для начала, пользуясь случаем, поскольку он практически первый выход в эфир представителей судебной власти, давайте поговорим немножечко о статистике 2015 года. Сколько рассмотрено, увеличились ли нагрузки на судей? Как у нас в республике дело обстоит? Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить за любезное приглашение, принять участие в вашей интереснейшей передаче, которую смотрят, наверное, не только юристы, а вообще жители нашей республики, нашего города замечательного. Что касается, конечно, традиционной, мы не можем обойти цифры, которые сопровождают нашу работу. Всего в производство районных и городских судов у нас в 2015 году поступило меньше дел на 5, примерно на 0,5% в сравнении с 2014 годом. Эта цифра выразилась в 4053 уголовных дела. Окончено производством 3960 уголовных дел, с вынесением приговора из них 2815 уголовных дел. Рассмотрены уголовные дела в отношении 4542 лиц. Так, значит, осуждено у нас 3192 лица, оправдано 9 лиц и прекращены, заметьте, цифра достаточно солидная, прекращены уголовные дела в отношении 1143 лиц по различным основаниям, которые предусмотрены уголовным законом. Далее, это административные правонарушения. В отношении административных правонарушений также поступило у нас материалов в отношении 4649 лиц. По гражданским делам поступило в суды почти 40 тысяч гражданских дел. Замечу, что с каждым годом эта цифра увеличивается. Кроме того, производством окончено 38815 дел. Мировые судьи, тоже их удельный вес работы, очень значительный вклад в их работу по правоприменению. Рассмотрено по итогам 2015 года 2945 уголовных дел, 94298 гражданских и 36, почти 37 тысяч административных дел. Вот очень коротко по цифрам. Ну, мы из этого делаем вывод, что сокращается, конечно, количество тех уголовных дел, которые поступают в суды. Говорю об этом я систематически и постоянно в отношении того, что, конечно, это требует аналитики, хорошо ли или плохо, но есть такая статистика, динамика к уменьшению. А что касается гражданских дел, конечно, количество увеличено, аспект правоотношений гражданских очень велик. И самые разнообразные дела рассматривают суды разной сложности, разных категорий. Ну, успешно справляются, конечно. Ну, слава богу, это, собственно говоря, это говорит, на мой взгляд, о том, что идет рост такой правосознания, люди защищают свои права. Да, кстати, удовлетворяемость, извините, перебиваю, удовлетворяемость тех лиц, которые обратились со своими исковыми требованиями, составляет свыше 90%. Тема сегодняшнего передачи «Уголовный закон. Практиковое применение». Давайте поговорим о статистике, вот именно об условно-засрочном освобождении, изменении вида режима и так далее. Очень, кстати, такая животрепещущая тема, ну, может быть, связана с большим количеством осужденных у нас в республике. Что, чем руководствуются судьи, наверное, нужно вот эту ясность внести, когда вот кто имеет право на условно-досрочное освобождение? Ну, вот об этом институте условно-досрочном освобождении как раз очень яркой такой чертой прозвучало выступление председателя Верховного Суда Вячеслава Михайловича Лебедева на минувшем, состоявшемся в феврале месяце этого года совещании председателей субдов, субъектов, то есть республик, краев и областей. Как раз об этом говорилось и в выступлении председателя, и в последующих семинарах, которые были организованы Верховным Судом Российской Федерации, где выступали судьи Верховного Суда. Ну, тенденция таковая. Значит, вообще, надо сказать, что этот институт, он, конечно, безусловно, очень важен, особенно для судеб тех людей, которые осуждены и отбывают сроки наказания, причем многие из них приговорены к большим срокам. Это не один год, это даже не пять лет, а десять и свыше лет. Вот в 2015 году у нас поступило 936 ходатайств об условном досрочном освобождении. Это меньше, чем в прошлом, вернее, чем в 2014 году. В 2014 году поступила ходатайств меньше, чем в 2013 году. Поэтому вот эта динамика на сокращение поступивших ходатайств об УДО, об условном досрочном освобождении, тоже вызывает определенный интерес. Почему такое происходит? Ну, в какой-то степени я должна, значит, сразу и четко сказать в отношении того, что как выглядит картина удовлетворяемости этих ходатайств. Вот в 2013 году было удовлетворено почти 50% этих ходатайств. Это такая более цивилизованная нормальная цифра, конечно, да. В 2014 на, значит, удовлетворяемость этих ходатайств составила 40, а вот в 2015 еще меньше. То есть в немалой степени суды, изучая эти материалы, приходят все равно к выводу о том, что то или иное лицо, которое обратилось к данным ходатайствам, ну, не подпадает под нормы закона, которые регулируют условно досрочное освобождение. То есть не имеются таких оснований. Ну, на самом деле, конечно же, ситуация выглядит следующим образом. Как я уже говорила, что лица отбывают достаточно солидные сроки. Конечно же, за этот срок, находясь в местах решения свободы, безусловно, не бывает так, чтобы с первого дня, с первого часа отбытия наказания, значит, осужденный не имел бы взысканий. Конечно же, они бывают. Взыскания предусмотрены соответствующие сроки. Они разные бывают. Конечно, безусловно, за различные проступки. Поэтому, когда материалы рассматривают суды, конечно, они обязаны, просто обязаны индивидуально подходить каждый раз, всякий раз, вот к каждому такому ходатайству. Изучать тщательно материалы и не подходить схоластически. То есть, имеющиеся нарушения, они потом, позже, годами, нивелируются. В течение многих лет осужденный может получать и поощрение. Но вот эти пресловутые, имеющие в начале отбытия наказания замечания и взыскания, они определяют судьбу порой. Поэтому мы даем определенные направления. Норма закона, регулирующая условно-досрочное освобождение, конечно, это 79-е, 80-е, 93-е статья Уголовного кодекса. Она не меняется, но меняется, должен измениться определенный подход к рассмотрению этих материалов. Поэтому каждый раз очень внимательно, очень, как говорится, с полной отдачей и душой надо рассматривать подобные материалы и учитывать вот эти нюансы. И, конечно же, в данной ситуации мы можем говорить о том, что вообще-то количество преступлений, которые совершают осужденные, вот даже в целом по Российской Федерации, где-то 50% совершается преступлений, не относящихся к тяжким. Следовательно, но тем не менее, они получают, многие из них получают наказание, связанное с лишением свободы. Следовательно, вот это тоже должно быть учтено. И, конечно же, мы при рассмотрении данного материала учитываются очень многие факторы, которые предусмотрены в законе. Это прежде всего его оценка поведения, значит, и отношение к содейному, из-за чего делается вывод о исправлении человека, о его осознании этой вины. Это состояние здоровья, его отношение к работе, в местах лишения свободы, я говорю, его отношение к учебе, возможно, к образованию, к уровню повышения образования. И, конечно же, непременно заключение администрации. Вот когда рассматривается данный материал, обязательно участвует прокурор в данном процессе. Но уже давно известна практика, прокуратура практически 100% всегда не согласна. Всегда не согласна. Вот это тоже должна быть оценочная часть к таким заключениям. Поэтому, безусловно, суды, я еще раз говорю, очень индивидуальный подход к рассмотрению. И, безусловно, мы не можем какие-то чинить препятствия для того, чтобы этот институт на самом деле в полной мере был осуществлен. Да, ну и администрация частенько бывает против, непонятно почему. И понятно, что большие надежды на суд мы в этой части возлагаем, что он все-таки будет разбираться буквально в каждом пункте и понимать. Это правильно. Вопрос такой, Иван Иванович, наверное, к вам. Все-таки часто очень говорят о том, что у нас обвинительный уклон и так далее. Один из основных вопросов, наверное, это возврат дела прокурора. То есть мы говорим о том, что процент оправдательных приговоров очень низок. Сейчас буквально статистика была, 9 буквально оправдательных приговоров. Но ведь очень часто возникает ситуация, когда, поняв, что ошибки, допущенные в органы предварительного расследования, возвращается дело прокурору. Тем самым как бы подменяется вроде бы оправдательный приговор. То есть обвинению дается исправить эти ошибки. Как вы думаете, это правильно, вот этот подход? Или все-таки это немножко не так, как это представляется? Ну, я считаю, что это не так, так как есть статья 237-я Главного процессуального кодекса, которая предусмотрит основания, на основании которых возможно возвратить дело прокурору для устранения недостатков. То есть здесь речь идет о том, что суд возвращает уголовное дело обратно прокурору в том случае, если нарушения, которые допущены во время предварительного следствия, скажем, может даже уголовное обвинительное заключение, может даже не утверждено прокурором. Такое тоже бывает. И в этом случае просто суд не имеет никакого... Понятно. Даже вынести оправдательный, обвинительный, либо вынести какое-то иное, другое судебное решение, суд просто не имеет возможности. Поэтому он и возвращает. А вот такое мнение, то, что бывают моменты, когда, допустим, сторона обвинения приходит в тупик, и суды приходят на помощь, это, знаете, есть такое мнение среди населения, общественности. Но если судить по статистике, то таких, скажем, моментов, по крайней мере, не в республике, а в якутском городском суде, я не наблюдал. Потому что, что можно сказать, здесь, допустим, если даже возвращаем дело прокурора, если есть основания, допустим, вынести оправдательный приговор, имеется сторона защиты, да, вот есть адвокат, есть, допустим, подсудимый, который считает, что он невиновен, да, и он подлежит оправданию, то он не будет просто сидеть и молчать, он будет обжаловать это, и он дойдет до Страдовского суда. То есть это будет и Верховный суд Республики, России, значит, и так далее, да. То есть в любом случае, если есть основания для вынесения оправдательного приговора, он будет, в любом случае, вынесен. То есть это очень много инстанций, да, как бы, то есть здесь практически невозможно какие-то там скажем. У нас большая часть программы уже позади. И вот вопрос такой, изменилась ли вот при избрании меры пресечения практика, часто ли назначаются вот более мягкие, ну, у нас самая, в общем-то, такая распространенная, самая жесткая, это заключение под сражу, понятно, да, а вот более, ну, такая лояльная, да, вот домашний арест, залог. Как часто он все-таки применяется на сегодняшний день? Ну, вопрос, ну, в любом случае, ну, к вам, наверное. Ну, я бы сказала, что, конечно, мы, к сожалению, у нас не получило распространение. Это я с твердой убежденностью говорю, благодаря, так скажем, тому анализу, который мы осуществляем, да. В основном, это, конечно, меры пресечения, связанные с лишением свободы. Если это касается, допустим, совершения тяжкого преступления, альтернативные меры наказания, такие как домашний арест, залог, не получило распространение. Но вот эпизодически бывает такое, да, что вот был случай, когда выходили с ходатайством, допустим, органы следствия на избрание меры пресечения содержания под стражей, а судья вынес, значит, иное решение. И, наверное, правильно совершенно сделал, потому что никоим образом это каким-то образом не было, ну, не наложило какой-то отрицательный отпечаток на законность данного решения. Но мы при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, конечно же, суд обязан руководствоваться только законом, однозначно при наличии тех оснований, которые предусмотрены в соответствующей статье Уголовного кодекса. Значит, и, безусловно, вот это связано также с индивидуальным подходом к каждому материалу подобному и к каждому ходатайству, потому что изучаются все те моменты, которые должны быть учтены судом. Это, значит, возможность его скрыться от следствия. Если таковые отсутствуют, и не может быть вопрос стоять о мере пресечения в виде заключения под стражей. Это, значит, возможность скрыться от суда и следствия. Затем, значит, препятствовать каким-то образом, оказывать давление на свидетелей или иных, значит, лиц, которые являются участниками судопроизводства. Это, значит, иными способами, значит, как-то каким-то образом воспрепятствовать проведению следствия. Безусловно, при наличии этих оснований и других также, которые перечислены в закон, конечно же, нет даже вопроса в отношении того, чтобы была избрана мера пресечения. А как думаете, а почему вот все-таки вот мера пресечения в виде заключения под стражей, она превалирует сегодня? Превалирует? Ну, во-первых, конечно, надо изменить и осознание вот этого. Конечно, безусловно, потому что не так давно и домашние аресты. Значит, кроме того, ну, не секрет, знаете, мы можем говорить откровенно, потому что об этом говорится и не только у нас, вот, допустим, на сегодня, на передаче, да? А это говорится с высоких трибун, допустим, в судейских сообществах. Да, порой бывают такие моменты, что проще как бы конкретнее, проще избрать, дабы что бы там потом не случилось, а вдруг он совершит новое преступление. Вот судья не должен на самом деле над ним вот этот домоклов меч висеть. Основное это те основания, которые предусмотрены в законе. У нас еще часто возникают вопросы о продлении, о продлении сроков содержания под стражей, да? Вот в этих случаях, вот в этих случаях, конечно же, мы должны еще более тщательно подходить к этим вопросам и смотреть на те материалы, которые представляют те должностные лица, которые осуществляют следствие, допустим, да, предварительное расследование. И бывают моменты, когда избирается мера пресечения, а затем дело успешно откладывается, занимаются другими делами и так далее. Вот к моменту, когда возникает вопрос к моменту продления, получается, что выходит следователь, а действий-то никаких следственных не сделано. Вот на этом мы должны тоже обращать внимание и реагировать, есть ли уже вот эти основания для дальнейшего содержания при таком подходе. А бывает такое, что автоматически продляются как бы... Автоматически никаким образом не продляются. Автоматически, а в смысле, ну, опускает вот этот момент, когда вот следователь все-таки не произвел каких-то действий? Опускается, совершенно верно, потому что дел-то производится немного у следователей, поэтому успешно откладывается до лучших времен, а затем выходит на продление. А материал это свидетельствует о том, что работы-то не было. Хорошо. У нас очень интересный разговор получается, такой откровенный достаточно, да? Ну, что делать? Работа. Вопрос такой. Вопрос такой. Вот все-таки, ну, как бы, Иван Иванович, может быть, с вас, Людмила Тимофеевна, кто пожелает. Президент России недавно выступил с инициативой декриминализации определенных составов преступления. Вот о чем идет речь, и вот как это повлияет? Не увеличит ли это криминогенную обстановку, может быть? Есть такие, часто возникают опасения при таких инициативах. Пожалуйста. Давайте я начну, да, сначала. Ну, действительно, знаете, вот сейчас вот такой момент, когда вот и очень большое количество, да, осужденных, оно находится, значит, в колониях, да, то есть, скажем, колонии, они перенасыщены, можно так сказать, да, вот действительно, это какие-то определенные затруднения это вызывает. Это говорилось также из трибуны Верховного суда России, кстати, да, вот. И поэтому, значит, конечно, приходит какой-то момент, когда необходимо уже вот решать, действительно ли нужно, ну, оставлять, скажем, да, вот до этого декриминализировали, у нас было оскорбление, да, соответственно. Вот это было уголовное наказание за это, да, вот декриминализация, сейчас она является уже как бы там уже в более упрощенном порядке, если все решается. Да, вот, значит, сейчас это у нас, в каком плане, сейчас у нас, допустим, 116-е, да, вот побои, вот, допустим, например, если взять такую, такую статью, то это побои, допустим, скажем, бывает драка, допустим, да, и причиняется боль, допустим, побои, которые не привели, значит, последствиям к какому-либо легкому вреду даже здоровью, да, то есть в этом плане законодатель, в принципе, он подразумевает то, что в этом плане возможно, вот, да, декриминализировать, так как это, в принципе, скажем, не такая большая общественная опасность, из-за этого, как бы, вот, конечно, это не от хорошей жизни, как бы, да, в принципе, действительно, это имеет место быть, и 116-е, скажем, вот, действительно, это большое количество имеется, как бы, да, таких преступлений на данный момент, да, вот, но вот считаю, что вот именно из-за этих позиций, как бы, да, вот, законодатель считает, что вот, необходимо декриминализировать. А я бы еще дополнила, совершенно прав мой молодой коллега, но я делаю такой акцент на этом, абсолютно необходимое действие, на самом деле, да, вот декриминализация, об этой декриминализации говорит председатель Верховного суда с 2012 года, вот уже 4 года, да, и, наконец-то, босс сдвинулся с места, проект уже, так скажем, в первом чтении прошел, но основное это то, что вот судимостью, значит, этих лиц за нетяжкие преступления, побои, злостное уклонение от алиментов, использование, там, допустим, документов неофициальных, подложных и так далее, значит, и ряд других статей, которые вот в проекте сейчас значатся, да, благодаря того, что дело попадает в суд по данной категории, в результате, конечно, тяжкое последствие для самого осужденного. Это судимость, которая сказывается на его жизни и на судьбах его поколений последующих, вплоть до внуков и правнуков, потому что никогда это не забудется и всегда будет помнится. Поэтому в этом плане абсолютно гуманный акт в целях того, что мы этого человека, в отношении которого произошла декриминализация, общество не потеряет. Об этом говорил и президент Российской Федерации, и, конечно же, эта концепция, она, конечно, выросла, так скажем, на Неве, вот, Верховного Суда. Это действительно побуждение судейского сообщества Российской Федерации. У нас буквально остается пара минут, не обо всем мы поговорили, о чем хотели, скажем честно, но будет повод еще раз собраться. Такой вопрос, напоследок, не очень такой большой. Вот заговорили о сокращении числа присяжных. Как ваше отношение к этому? Это положительный момент или отрицательный? Ну, я, конечно, отвечу, потому что это пока прерогатива Верховного Суда. Значит, что я хочу сказать? На самом деле, я думаю, что это правильно и обоснованно, потому что сейчас 12 предложений, значит, для коллеги присяжных на уровне Верховных судов, краев и областей до 8 человек, да? А вообще предложение президента Российской Федерации, он видит суд присяжных в звене самых работоспособных судов. Это районные, городские, рабочие лошадки, так скажем, да? Поэтому, безусловно, там, коллеги, предлагается, по-моему, из 6 человек. Из 6 человек. Ну, это все связано благодаря тому, что произошел как бы анализ, анализируются действия суда присяжных. Вот на сегодня, год от года, мы можем с уверенностью сказать, что количество дел с участием присяжных сокращается. Значит, все равно институт суда присяжных, он в любом случае, как бы в любом случае, оправдывает себя, но по каким-то причинам ослабевает интерес к суду присяжных. Поэтому, значит, и президент Российской Федерации, он считает, что на уровне уже районных городских судов должны действовать суды присяжных. И в количестве, конечно, которое реально и на самом деле объективно осуществило бы свою задачу. Поэтому это оправдано. Вот по итогам 2015 года сократилось количество... Вот, по-моему, в 2015 году у нас ни одного дела с судом присяжных не было рассмотрено вообще. Вообще. Поэтому, видимо, надо оживлять все равно институт этот, как бы то ни было. Но я думаю, что мы не можем сейчас говорить о том, что когда-то он исчезнет, как это когда-то было, помните, в истории судоустройства Российской Федерации. Я буду говорить о районных городских судах, ближе как бы, да, вот это действительно наше, как говорится, уровень. Ну, значит, что касается вот именно присяжных, да, и почему именно вот, считает, именно 6 человек будет присяжных, да, вот, и по каким это, значит, статьям. Оно начало буквально 30 секунд. 105-я была часть 2-я, это квалифицировали признаки, допустим, да, вот у нас были женщины несовершеннолетние. Это когда-то была, значит, подсудность Верховного суда, скажем, да, вот, республики, допустим, да. Теперь передали ее, значит, районным городским, вот. И, значит, эти женщины, допустим, несовершеннолетние, они, в принципе, тоже, в принципе, знают, имеют право на рассмотрение дела, значит, судом присяжных. Вот поэтому я думаю, что, значит, уходя в усеченном плане, как бы то 6 человек, допустим, но это будет рассматривать городской суд именно с участием присяжных. Ну что ж, большое спасибо за участие в передаче. Я надеюсь вас видеть еще раз в этой студии. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители и радиослушатели. Увидимся вам, следуйте в букве закона. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»